Здравствуйте! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халафов и в начале выпуска некоторые из главных тем. На армяно-азербайджанской границе прошло шестое по счету заседание комиссии двух стран по делимитации. Встреча прошла между делегациями во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахьем Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгаром Григоряном. Если кто-то хочет близости, то нужно понять, насколько это небезопасно и к каким последствиям приведет. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя НАТО на Южном Кавказе Хавьера Каламинем о том, что в Альянсе очень воодушевлены движением Еревана в его сторону. Франция значительно сократит свои военные контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-де-Вуаре. Такое решение принял президент страны Эммануэр Макрон еще в декабре. Отмечается, что на большинстве баз Франции в этих странах процесс сокращения числа военных уже начался. Кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинула представитель Республиканской партии и член Палаты представителей Конгресса Клаудио Тенни. По ее мнению, бывшего президента США нужно наградить за личный вклад в восстановление отношений между Израилем и рядом арабских стран в 2020 году. Вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгар Григорян провели переговоры на участке границы Идживан-Газах. Это шестая встреча комиссии Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации границ. О том, к чему удалось прийти в ходе предыдущих переговоров, в следующем материале. Сегодня прошли очередные переговоры комиссии по делимитации и демаркации границ. Встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгара Григоряна состоялась на участке Идживан-Газах. Это уже шестая встреча сторон. Впервые азербайджанские и армянские визы-премьера провели встречу в формате совместной работы комиссии по вопросам делимитации и демаркации 24 мая 2022 года. Тогда Баку и Ереван обсудили административные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий и договорились о проведении второго заседания в Москве, а третьего заседания в Брюсселе. Так и получилось. 30 августа стороны встретились с зампредом правительства России Алексеем Оверчуком в Москве. 3 ноября Шахин Мустафаев и Мгар Григорян вновь встретились в Брюсселе. Тогда стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги создают атмосферу доверия. Эти шаги создают именно тот процесс, который нужен нашему обществу. Этот процесс нужен и азербайджанскому обществу, и армянскому обществу. География – это судьба, от судьбы не убежишь. Армянам придется жить с азербайджанцами, азербайджанам придется жить с армянами. 12 июля состоялась четвертая встреча Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. В пятый раз вице-премьера провели встречу 30 ноября. Тогда стороны предварительно согласовали текст регламента организации и проведения заседаний, а также договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы, а также интенсифицировать проведение встреч комиссий. Азербайджанские военнослужащие были освобождены, которые заблудились и попали в плен, и были арестованы по ложным обвинениям. Мы видели, что Азербайджан отпустил диверсантов, которых бросили на территорию Азербайджана после заключения заявления от 9 ноября. Частота проведения подобных встреч в очередной раз показывает их важность. Это четкий месседж всем, кто хочет вмешаться в ситуацию на Южном Кавказе. В прошлом году Азербайджан и Армения не раз встречались при помощи последников. Однако договоренности были достигнуты в ходе прямых переговоров между странами. Элла Адамамедова, CBC. Тему продолжим с гостем. На прямой связи со студией доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Нами Калиев. Нами Калиев, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Рафа. Сегодня состоялась шестая встреча между вице-премьерами Азербайджана и Армении по делимитации и демаркации границ. Хотелось бы у вас узнать, какие вопросы лежали на повестке переговоров сегодня? Ну, если следить за прессой, то вопросы, в общем-то, не были озвучены. Но, судя по прошлой встрече, когда обсуждались чисто такие организационные протокольные вопросы, вопросы организации работы комиссии, я думаю, что продолжение этой темы было и сегодня. Я не думаю, что сегодня уже к конкретным вопросам каким-то могли перейти члены комиссии, потому что мы видим определенные настрои армянской стороны, которые направлены на затягивание переговоров. Поэтому, скорее всего, здесь речь идет о том, что стороны будут обсуждать, опять-таки, протокольные, организационные вопросы. Хорошо. А вот если говорить о последних заседаниях комиссии по делимитации границы под председателем Григоряна и Мустафаева, которое состоялось 30 ноября, исходя из поступающих заявлений, как вы считаете, наблюдается ли прогресс в этом вопросе? Ну, знаете, в дипломатии есть такое понятие, если не согласованы все вопросы, не согласовано ничего. Поэтому пока, даже если есть какие-то устные договоренности, то рассчитывать на то, что это будет договоренность окончательно, она будет претворена в жизни, это практически не приходится. Тем более, зная, что такое армянская договоренность или армянская подпись, мы это прекрасно понимаем, и я не лечу себя надеждой, что какие-то договоренности уже могут быть достигнуты. Скорее всего, идет, скажем так, прийти в косторон, идут беседы и разговоры, обсуждения тех или иных вопросов, которые, очевидно, должны быть решены в рамках работы этой комиссии, но продвижения реального, я откровенно говоря, от этой встречи сегодня не ожидаю. Надо четко понимать, что вопросы делимитации, демаркации границ – это очень долгий процесс. Этот процесс не закончится так быстро. Поэтому его, безусловно, надо отделить от процесса подготовки мирного соглашения и никак не связывать с ним. Он просто не может быть связан, потому что иначе мирное соглашение растянется на годы. И армянской стороне это надо понимать, потому что, прежде всего, она заинтересована в подписании мирного соглашения. И этот процесс, чем быстрее пройдет, тем спокойнее Армения может интегрироваться, скажем, в экономику Южного Кавказа и получить какие-то дивиденды от того, что на Южном Кавказе установил себе. Поэтому я думаю, что сейчас, в настоящее время, мы должны, наблюдая, естественно, за процессом работы комиссии, скорее всего, ждать подвижек в мирном процессе подготовки мирного соглашения. Только после подписания мирного соглашения процесс делимитации, демаркации, он может сдвинуться с места. То есть, армянская сторона до подписания мирного соглашения на этот, скажем, процесс делимитации, демаркации будет смотреть как на рычаг затягивания переговорного процесса. Поэтому с самого начала надо четко поставить вопрос о том, что мы не связываем процесс делимитации, демаркации с мирным соглашением. Это разные процессы, и одно от другого не зависит. Ну, вот как раз, наверное, говоря о мирном процессе, до сих пор остается главный вопрос. Подпишут ли его армянская сторона? Почему все-таки Армения продолжает затягивать этот процесс? К сожалению, на правительство Армении оказывается давление. Мы понимаем, четко видим, что давление оказывается как изнутри, так и внешнее давление. Думаю, что внутреннее давление, оно, естественно, несмотря на то, что оно оказывается, скажем так, разными силами, разными хозяевами, тем не менее внутреннее давление получает поддержку извне. Если бы не было такого сильного внешнего давления, такой поддержки и влияния на правительство Армении, тут двояко и давление, и поддержка, то в этом случае, я думаю, что и внутреннее оппозиционное давление было бы не таким сильным, и его было бы легче преодолеть. Я думаю, что здесь правительству Армении Пашиньяну необходимо определиться, потому что, естественно, что если он будет идти в русле тех трендов, которые определяют ему хозяева, и подпадать, скажем, под влияние и потребование оппозиции внутреннего давления, то выйти на подписание мирного соглашения ему будет очень тяжело, и этот процесс в конечном итоге может привести к смене власти в Армении, потому что избиратель, который проголосовал за него и который оказал поддержку, несмотря на то, что Пашиньян проиграл 44-дневную войну, он в конечном итоге разочаруется и будет искать новых лидеров, новых политических фигур, которые могли бы повернуть этот процесс в сторону заключения мирного договора. Мирный договор – это внутренняя повестка Армении, которая сегодня звучит, и, в принципе, электорат настроен на мирный договор, на мирный процесс. Вопрос в его реализации. Ведь электорат, который проголосовал за Пашиньяна, он настроен на мирную повестку дня, настроен на заключение договора, и настроен на установление мирного мира на Южном Кавказе. Это не весь электорат Армении, но это большинство выборщиков, большинство тех, кто голосовал за Пашиньяна. Поэтому у Пашиньяна еще есть шанс не упустить эту возможность. Но время идет, и эта возможность, она может быть, к сожалению, упущена. Спасибо большое, Анатоль. Спасибо за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Намикалиев. До свидания. НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил накануне специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Каламина. По его словам, на данном этапе не следует менять согласованные между сторонами принципы. В НАТО надеются на возобновление мирных переговоров в ближайшее время, и неважно, будут они двусторонними или при участии США и Евросоюза. Самое главное – это конечный результат и стабильный мир, заявил Каламина. Он подчеркнул, что НАТО ожидает урегулирования отношений на основе согласованных принципов. И некоторые из этих принципов, такие как суверенитет и территориальная целостность, закреплены в Вашингтонском договоре и уставе ООН. Вопрос о том, соответствует ли мирному договору, предложенный Ереваном пакт о ненападении, нужно направить азербайджанской стороне. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о предложении Еревана подписать пакт о ненападении с Баку. По ее словам, Москва уверена, что гарантией установления стабильности и устойчивого долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее восстановление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020 по 2022 год. Это безальтернативная дорожная карта примирения Баку и Еревана. Она включает в том числе и выработку мирного договора, сказала Захарова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о том, что Армения предложила Азербайджану механизм взаимного контроля над вооружениями и подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось. Официальный представитель МИД России прокомментировала также заявление спецпредседателя НАТО на Южном Кавказе Хавьера Каламина о том, что в альянсе очень воодушевлены движением Еревана в сторону НАТО. Если кто-то хочет близости, нужно понять, насколько это небезопасно и каким последствиям это приведет, сказала Мария Захарова. По ее словам, близость к НАТО приводит к вовлеченности в конфликты, утрате суверенитета и независимости подчинению чужому планированию во всех сферах и отсутствию возможности реализовать собственные национальные интересы. Она призвала власти Армении открыть карту и посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, почитать учебники истории и понять, в чем заключаются национальные интересы самой Армении. Франция намерена в скором времени сократить военное присутствие в Габоне, Сенегале и Кодивуаре. О планах Парижа отказаться от крупных контингентов Западной Африки сообщает издание Le Monde. Отмечается, что Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями, создавая совместные военные базы в данных странах, поскольку США рассматривают вариант передислокации военных из Нигера в страны Западной Африки. Вслед за позорным выводом войск из Нигера в октябре ушедшего года, на фоне антифранцузских настроений и госпереворота в этой стране, вооруженные контингенты Франции спешно покидают еще три государства Черного континента. Сообщая новость о решении Парижа в отношении Западной Африки, французская газета Le Monde ссылается на высокопоставленного представителя правительства. По его словам, Франция хочет отойти от модели, в которой страна постоянно присутствовала в африканских столицах, и занять гораздо меньшую площадь. Отмечается, что для обеспечения прежнего уровня безопасности в регионе, Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями. По итогам жестких дискуссий в ходе Совета обороны, который состоялся в середине декабря, Макрон решил резко сократить военный персонал в Габоне, Сенегале и Кот-де-Вуаре. Точное количество солдат, которые будут находиться на базах в Лебровиле, Дакаре и Абиджане, неизвестно. Однако будет сохранено порядка ста человек в каждой из стран. Новость о сокращении французского военного присутствия в перечисленных странах Западной и Центральной Африки, на первый взгляд, можно было бы воспринять как позитивный момент. Казалось бы, это свидетельство конца постколониальной эпохи, ведь бывшие метрополии, в частности Франция, окончательно теряют контроль над путем развития некогда зависимых одних наций. Однако, по мнению экспертов, Франция по факту намерена лишь переформировать свою политику неоколониализма. Мнения аналитиков подтверждают и слова начальника штаба военно-воздушных сил Франции Стефана Миля, который еще в сентябре прошлого года заявлял, что Париж планирует сократить количество военных баз в Западной Африке для последующего увеличения их числа в Тихоокеанском регионе. Поскольку сил и средств не хватает на то, чтобы быть глобальной державой, Франция понимает, что им нужно четче определять приоритеты. Поскольку Африка так и не стала важным со стратегической, экономической или любой другой, кроме ресурсной точки зрения континентом, Африка не оправдала те надежды, которые еще 20-30 лет в ее отношении существуют. Кроме ресурсов, в том числе человеческих, Африка миру до сих пор, к огромному сожалению, ничего не предлагает. По информации издания Le Monde, до сих пор в Габоне и Сенегале было расквартировано по 350 солдат, а в Кот-Тевуаре размещалось около 950 военнослужащих французской армии. При этом присутствие Франции в Джибути и Чаде по 1500 солдат в каждой стране остается неизменным. Иными словами, Франция изменила приоритеты в пользу региона на другом конце земного шара, который она также контролирует с 19 века и по сей день. Океания, в отличие от Африки, в настоящее время представляет большую перспективу, как со стратегической, так и экономической точки зрения. Эксперты уверены, именно здесь сегодня станут разворачиваться процессы, которые определяют, кто из мировых держав добьется большей власти в 21 веке. Контроль движения стратегических ресурсов в Тихоокеанском регионе абсолютно ключевой. Любая страна, которая хочет иметь влияние в мире, должна там присутствовать в том числе в военном плане для контроля путей сообщения. В данном французском случае прежде всего между Азией и Европой. Без контроля этих движений, товаров, людей, капиталов и технологий, ни у Франции, ни у какой другой державы не будет влияния, не будет у них шансов остаться влиятельной страной в 21 веке. Грабить Африку у Франции, безусловно, получается лучше всего. И в целом, отсутствие французских военных кардинальным образом не повлияет на ослабление неоколониальной политики этой страны в африканском регионе. Коррупции, контроль капиталов – достаточное средство для сохранения влияния в большинстве стран Африки. Тем не менее, передислоцирование французских военных контингентов – свидетельство полного морального и этического краха тех ценностей и целей, которые Франция заявляла на предмет своего присутствия в Африке. Фарид Адилов, CBC Тему обсудим с гостем на прямой связи со студией. Журналист-африканист, автор телеграм-канала «Голопом по Африкам» Дарья Лабутина. Госпожа Лабутина, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. После Нигера и Мали Париж решил значительно сократить свой военный контингент еще в трех странах Африки. Можно ли это назвать началом конца господства Франции на этих территориях? Да, безусловно, это развитие тех процессов, начатых Парижем еще в прошлом году, когда Макрон заявил о том, что Франция будет пересматривать свою стратегию на африканском континенте и отказываться постепенно от баз. Потом в русле этой стратегии по независимым от Франции причинам из нее выпал Нигер. Теперь как будто бы пытается выпасть Чад. На прошлой неделе президент Чада совершил визит в Россию, провел переговоры с президентом России Путиным. Но это не означает, что Чад выпал из обоймы, но процессы какие-то идут. То есть там тоже недовольны. Те три страны, которые были перечислены, Вами, Габон, там произошел переворот тоже недавно, несколько месяцев назад, Кот-де-Вуар и третья страна Сенегал. Да, Сенегал и Кот-де-Вуар, конечно, основные. Ну и Габон тоже основные точки были французского влияния после Нигера. Остался Чад и Джигути, там еще большие базы. В целом Франция действительно переориентируется на какие-то другие регионы, там на Тихоокеанский. Вот недавно Макрон совершил визит в Индию. То есть Франция как геополитический игрок, она никуда не исчезнет, но, наверное, Африка постепенно перестает быть приоритетом для Франции. Зато приоритетом она становится для других государств, и в частности для Америки, которая наращивает свое присутствие именно в Западной Африке. В ходе визита Блинкина на прошлой неделе в тот же Кот-де-Вуар, Нигерию, Анголу и Кабу-Верде было заявлено о том, что Америка профинансирует дополнительно 45, кажется, миллионов долларов, выделит на обеспечение безопасности. Не было указано, на что именно пойдут эти средства, но, может быть, как раз на развитие какой-то военной инфраструктуры взамен. То есть надо понимать, что если Франция сокращает свои контингенты, инфраструктура уже остается, то есть ничто не мешает зайти туда каким-то другим армиям, той же американской. Ну, Франции это уже просто, наверное, не нужно, потому что, во-первых, у нее экономика ослабеет, содержать такое количество военных под эгидой того, что вроде как борьбы с терроризмом, да, ну, мы видим, что эта борьба, ее сложно назвать успешной, и растет недовольство внутри страны. Конечно, есть еще, раздаются еще такие голоса ястребов, которые говорят, что вот Франции нужно вернуться к состоянию, там, при Деголе, когда удержали Африку за хвост, но таких меньшинство, скорее, наверное, люди против того, чтобы их налоги шли на какое-то поддержание непонятной борьбы с терроризмом, да еще и безуспешной. То есть, такая усталость в обществе, а Франция все-таки заявляет себя демократическим государством, они не могут сильно отходить от воли народа, вот. Я связываю это с экономическим просто ослабеванием экономики страны. Так, а все же, госпожа Лавусина, вот вы назвали несколько причин, включая интересы в Тихоокеанских регионах, также вот экономические, но если вот говорить все-таки глубже, посмотреть, что же стало основной причиной принятия Франции решения о выводе войск именно сейчас? Ну, я говорю, это не сиюминутное решение, это процесс, да, занимающий несколько лет уже. Курс администрации Франции при Макроне изменился, ну, он начал меняться еще, наверное, при Оланде, да, и предыдущем президенте. Ну, Франция теряет свою геополитическую значимость, она занята евроатлантической солидарностью, построением отношений с Вашингтоном, она уже не является самостоятельным игроком. Украиной занимается, да, там, Нагорным Карабахом, в Армении и прочее. Приоритеты меняются, но вот в Африке не получается у них, вот поэтому они пробуют себя где-то еще. Да, тут какие-то политические ошибки и наследие, сложно работать с этим регионом, потому что, с одной стороны, они вроде как, им легче манипулировать, осталось еще много связей, но, с другой стороны, французам не рады. В Африке американцам даже больше рады, чем французам, потому что американцы все-таки как бы не колонизировали, да, все-таки вот сознание африканцев, американцы более хорошие, но не настолько, конечно, но французы совсем плохие для них, вот, как-то так, если по-простому объяснять. Спасибо большое, господин Лабутина, спасибо за подключение, за Ваши ответы. На прямой связи со студией была журналист-африканист, автор телеграм-канала «Голопом по Африкам» Дарья Лабутина. Но мы продолжаем наш выпуск. Организации гражданского общества обратились к Международному сообществу и ООН в связи с экологической катастрофой, создаваемой горнодобывающей промышленностью Армении, которая оказывает глобальное воздействие на экосистему земли. Представители НПО требуют экологической справедливости для региона всего Южного Кавказа. 49 неправительственных организаций и экоактивистов из 22 стран мира выступили с заявлением о том, что деятельность, осуществляемая в горнодобывающей промышленности Армении, в нарушении международных экологических норм и стандартов, наносит ущерб мировой экосистеме. Их основным требованием является восстановление экологической справедливости для региона Южного Кавказа. Продолжающаяся деятельность в горнодобывающей промышленности оказывает влияние на экологическое состояние стран региона. Расположение большинства месторождений вблизи источников воды приводит к сбросу в реки химических отходов, которые считаются вредными для окружающей среды. Оценка опасности, которую может представлять какое-либо химическое вещество для здоровья людей и окружающей среды, является одним из необходимых условий для планирования его безопасного и полезного применения. Деятельность горнодобывающей промышленности Армении, где сегодня не соблюдаются экологические нормы и стандарты, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Возникают экологические последствия. В заявлении также было отмечено, учитывая место проведения международного климатического саммита КОП-29 в Баку, Ереван должен воздержаться от действий, наносящих ущерб окружающей среде, тем самым выполняя свои обязательства. Ведь то, что творит Армения, представляет собой угрозу экологической системе не только Азербайджана, но и всего Южно-Кавказского региона. В заявлении содержится требование с учетом международных стандартов и принципов открыть двери всех объектов горнодобывающей промышленности Армении для международных экспертов, специализирующихся в области экологии и здравоохранения, предоставить на месте все условия для осмотра предприятий, осуществления оценки и мониторинга, отбора соответствующих образцов проведения измерительных работ. В то время как ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду в качестве основного права человека, Армения серьезно нарушает требования Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте Европейской экономической комиссии. «Около 70% поверхностных водных ресурсов Азербайджана сформированы в соседних странах за счет трансграничных водных потоков. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, протекающих через Азербайджан, любая деятельность в горнодобывающей промышленности, осуществляемая на ее территории, безусловно влияет на экологию в регионе». Зарубежные НПО также поддержали обращение организаций гражданского общества Азербайджана и Армении о немедленном прекращении работ на золоторудном месторождении Амулдаг. Последнее время заявления азербайджанских НПО вызывают серьезный резонанс в зарубежных странах, в том числе в Армении. Зарубежные НПО потребовали от Армении выполнения своих экологических обязательств. В Азербайджане огромное значение придается решению проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных богатств. Внутри Баку в некогда промышленном центре реализуется современный и экологически чистый градостроительный проект. Азербайджанский НПО Здесь было множество нефтеперерабатывающих заводов, чреватой которых были нефтяные отходы. Тогда невозможно было представить, что зона экологического бедствия так преобразится. Сейчас же это Белый город, и название говорит само за себя. Еще больше века назад на территории нынешнего Белого города были разработки нефтяных месторождений Абширонского района. Абаку стал крупнейшим промышленным центром Российской империи и мира. Дыма и копоти от заводов было так много, что вскоре все почернело, и новое поселение метко было названо Черным городом. Люди, пребывавшие там, жаловались, что невозможно дышать из-за облаков дыма от нефти перерабатывающих заводов и испарений нефти от скважин. Нефть, которая раньше загрязняла и ухудшала район столицы Азербайджана, сегодня помогает ему стать одним из красивейших и экологически чистых мест в Баку. Сегодня Белый город является важным проектом формирования уже всего облика города Баку. И что хорошо, что здесь работы ведутся с градоставительной точки зрения комплексно, с нуля. То есть это не отдельные объекты, а целые кварталы. Предусмотрены сразу важные инженерные инфраструктуры. И привлечены очень крупные зарубежные компании, архитекторы, инженерные, то есть специалисты различного профиля. И в этом смысле мы видим здесь комплексный подход, такой интегральный подход, что очень важно при решении крупных градостроительных задач. Начало реализации уникального проекта «Белый город Баку» было положено 24 декабря 2011 года, который реализуется в рамках утвержденного распоряжением главы государства плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской республике на 2006-2010 годы. Проект был предоставлен на международной арене и получил признание среди профессионалов как один из самых масштабных градостроительных проектов. В целом общая площадь застройки «Белого города» составляет 1650 гектаров. Стоит отметить, что большую часть помещений в проекте составят именно жилые площади. В целом «Белый город» может стать местом нового жительства для 280 тысяч человек. Кроме того, после завершения реализации проекта в нем будет создано 240 тысяч рабочих мест. Также проект реализуется согласно принципам зеленого строительства. Поэтому огромное внимание уделяется организации в «Белом городе» зеленых зон. Так, почти пятая часть территории района отведена под размещение парков, общественных и частных садов. Конечно, важное место будет иметь то, что сейчас закладываются. Это скверики, парки, то есть рекреационная зона, зона отдыха, растительность определенная, оливковые деревья. Все это будет в целом работать на то, чтобы принципиально изменилось экологический облик и состояние вот этой части города. Архитектурное разнообразие – один из самых основных принципов проекта «Белого города», где каждое здание будет предусмотрено с учетом принципов экологического жилья. Отдельное внимание заслуживает офисное здание «Белого города». Оно полностью соответствует политике охраны окружающей среды и имеет сертификат Международной организации экологической сертификации «Бреа». Также проектом предусмотрено строительство как ультрасовременных с точки зрения архитектуры зданий, так и более классических. На данный момент завершено строительство 91 здания. Здесь получается интересное такое сочетание современной архитектуры и классических сооружений, которые у меня за спиной. Поэтому в этом смысле современность очень органично, значит, сочетается с классической архитектурой, но уже в более больших масштабах в формате «Белого города». И при этом оно как бы некая такая интересная проекция того, чего есть в другой части города. И с этой точки зрения, конечно, эстетика «Белого города» – это уникальный проект, это уникальная реализация. Я думаю, что это будет знаковой частью нашего прекрасного города Баку. В окружении высотных зданий установлены различные скульптуры местных и зарубежных деятелей искусства. На территории «Белого города» установлена скульптура «Карабахский скакун». Это один из семи жеребцов, входящий в монументальный комплекс «Карабахские скакуны». Также среди скульптур «Белого города» есть изготовленная азербайджанско-творческой группой «МААС» в современном стиле скульптура «Дракон», высотой более четырёх метров, посвящённая символу 2024 года. В свою очередь, произведение «Большое яблоко» скульптора Энрике Кабрера является одним из важнейших его проектов в стиле паблик-арт. «Большое яблоко», установленное в Нью-Йорке, считается одним из его символов и обрело известность среди жителей и гостей города. Второе такое произведение демонстрируется в Белом городе в Баку. А произведение «Мыслитель» Джозефа Клибанского отражает эпоху технологического развития современного человека и тревогу, вызванную проблемами экологии и глобального потепления. Цара Алиева, Анна Алиев, Сибиси. Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова с послом Казахстана в Баку Алимом Биелем. О ходе встречи расскажет моя коллега Салатен Мирзаева в экономическом блоке новостей. Здравствуй, Салатен. Какие вопросы находились на повестке обсуждений? Здравствуй, Руфат. В центре внимания находилось текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, ну и, конечно, энергетических сферах. Но об этом и многом в другом выпуске «Финтаймс Карбарен». Итак, министр экономики Азербайджана Микаэл Джабарова провел встречу с послом Казахстана в Баку Алимом Баелем. Обсуждено текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также высоко оценена реализация инфраструктурных и логистических проектов на транс-каспийском международном транспортном маршруте. Отмечен взаимный интерес к реализации совместных проектов не только в двух странах, но и за рубежом. Так, речь шла об увеличении экспорта казахстанского зерна в Азербайджан и поставок азербайджанской плодоовощной продукции в Казахстан. Рассмотрены вопросы транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Ход работ по прокладке – волокна оптической линии связи по дну Каспийского моря, а также достигнутым договоренностям по прокладке – глубоководного электрокабеля по дну Каспия. По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос на 19%. В 2023 году перевозки по среднему коридору превысили 2 млн 760 тыс. тонн, увеличившись на 65%. Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку с 8 до 7,75%. Согласно информации регулятора, верхний предел процентного коридора был снижен с 9 до 8,75%, а нижний – с 6,5 до 6,25%. Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Киазымов в ходе пресс-конференции. Годовой уровень инфляции в 2023 году снизился и составил немногим более 2%. Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Киазымов. Это связано с ослаблением глобальной экономической активности. Также продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в страну. По данным Всемирного банка, индекс цен на сырье в декабре снизился на 18,9% в годовом исчислении. В том числе цены на энергоносители на 24%. В 2023 году инфляция за 12 месяцев составила 2,1% и сформировалась в нижней части целевого диапазона. Снижение инфляции наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины. Годовая продовольственная инфляция составила 0,8%, непродовольственная инфляция – 2,7%. Инфляция в сфере услуг – 3,7%. Динамика фактической инфляции также повлияла на инфляционные ожидания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, индекс цен на продовольствие в декабре снизился на 10,1% в годовом исчислении. Ещё одним фактором, повлиявшим на инфляцию, стало равновесие на валютном рынке. Как отметил Талех Кязымов, слабая глобальная экономическая активность и сохраняющиеся жёсткие денежно-кредитные условия в большинстве стран могут оказать сдерживающее воздействие на глобальные инфляционные процессы. В течение года номинально эффективный курс МОНАД увеличился на 19,3%, что является основным фактором, оказывающим снижающее влияние на импортируемую инфляцию. Как и ожидалось, главным событием, повлиявшим на монетарные условия со времени последнего заседания, стали масштабные покупки валюты для бюджетного сектора. В целом, в 2023 году покупательская интервенция Центробанка на валютном рынке составит 2,1 миллиардов долларов. Это были доллары США. Покупка валюты создала условия для повышения ликвидности банковской системы. В целом, за 2023 год денежная база в МОНАДах увеличилась на 19,6%. Из них 14,6% пункта пришлось на декабрь. Как отметил глава Центробанка, наряду с отмеченными позитивными тенденциями, существуют и риски, которые могут повлиять на инфляцию. Продолжение геополитической напряженности способно привести к повторному росту мировых цен на различные сырьевые товары. К примеру, ситуация вокруг Красного моря оказывает серьезное влияние на глобальную цепочку поставок. Несмотря на это, международные организации сохраняют высокие прогнозы цен на энергоносители до 2024 года. Эллада Мамедова, Анар Алиев, Си-Ви-Си. На Бакинской фондовой бирже подвели итоги прошедшего года. В частности, отмечено, что за отчетный период рынок государственных ценных бумаг пережил определенный рост по сравнению с 2022 годом. За прошедший 2023 год общий объем операций с тенденными бумагами на Бакинской фондовой бирже составил 27 млрд монат. На первичный рынок пришлось 7,7 млрд монат, вторичный рынок составил 2 млрд монат соответственно. Общий объем операций по сделкам РЭПа составил 17 млрд монат. За отчетный период рынок государственных ценных бумаг пережил определенный рост по сравнению с 2022 годом. Так, общий объем размещенных облигаций Министерства финансов составил 3 млрд 735 млн монат и в сравнении с 2022 годом вырос на 55%. Общий объем операций НОД Центрального банка Азербайджана на вторичном рынке в 2023 году составил 700 млн монат, что на 99% больше по сравнению с 2022 годом. Объем размещенных акций в 2023 году составил 61 млн монат, соответственно, рост составил 22%. Операция по сделкам РЭПа с корпоративными ценных бумагами также показала значительный рост и в процентном соотношении вырос на 177%, составив 281 млн монат. В 2023 году были размещены ценные бумаги таких эмитентов, как Азербайджанское Каспийское морское пароходство, Юнибанк, Финк Азербайджан, Интернешнл Бокт, ВМФ, Джиэл Бокт. В октябре 2023 года бакинская фондовая биржа получила две значимые награды. 6 октября фондовая биржа получила приз «Самый стабильный рыночный индикатор в Азербайджане» от журнала «Газет Интернешнл Мэгазин». 12 октября того же года бирже была выручена награда «Лучшие альтернативные инвестиционные предложения» от «Интернешнл Файненс Мэгазин». Национальный авиаперевозчик Азербайджана Азал присоединился к глобальному договору ООН. Ведомстве отметили, что данная инициатива, осуществляемая под эгидой ООН, направлена на поощрение социальной ответственности бизнеса и стимулирование его соответствия принципам устойчивого развития. Членство авиакомпании в глобальном договоре подразумевает продвижение целей устойчивого развития, а также ESG направлений – экологической, социальной и корпоративной устойчивости. Компания также обязуется соблюдать 10 принципов глобального договора ООН, касающихся в том числе прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Присоединение к данной инициативе сегодня является значимым событием для Азал. Это подтверждает постоянную ориентацию авиакомпании на устойчивое развитие и ответственные бизнес-практики, что укрепляет ее международную репутацию как надежного авиаперевозчика. Интегрируя принципы инициативы в основную деятельность, Азал стремится стать одним из лидеров в области гражданской авиации на международной арене. Кроме того, авиакомпания внедрила несколько инициатив, демонстрирующих ее приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности. Данная инициатива включает в себя приобретение трех новых самолетов Airbus A320neo для модернизации парка и сокращения выбросов углекислого газа. Данная инициатива Азербайджанский центр кибербезопасности функционирует при Министерстве цифрового развития и транспорта Агентства инноваций цифрового развития совместно с Израильским технологическим институтом Технеон. Целью центра является выявление потенциальных кадров и дальнейшая подготовка профессиональных специалистов, которые окажут положительное влияние на цифровое будущее и цифровую среду страны в целом. Пассажиры на севере Великобритании столкнулись с серьезными перебоями в работе железнодорожного транспорта. Забастовки машинистов поездов остановили все рейсы Northern и Transpain Express. Недовольство персонала связано с затянувшимися спорами заработной плате. Ассоциированное общество инженеров-локомотивистов и пожарных, Британский профсоюз машинистов организует серию забастовок с 30 января по 5 февраля. Недовольство работников связано с затянувшимися спорами о заработной плате, в том числе операторам поездов, работающих в Англии по контракту с Министерством транспорта. Остановлены все рейсы Northern и Transpain Express, но забастовка также затронет некоторые трансграничные перевозки в Шотландию и Уэльс. Уже нарушены расписания общественного транспорта по всей стране. Некоторым машинистам зарплата не повышалась уже почти пять лет. Они просто хотят чистого повышения стоимости жизни без нарушения своих условий. Посмотрите на людей позади меня. Они готовы действовать, и мы будем бастовать. Такая ситуация складывается из-за того, что с вами никто не разговаривает. Министра транспорта мы не видели с января прошлого года, а министра путей сообщения – 12 или 13 месяцев. Я говорю всем. Мы выражаем нашу готовность к переговорам. Ожидается, что акции затронут десятки железнодорожных компаний. А пассажиров предупредили, что их могут ожидать серьёзные нарушения движения транспорта. И жители страны заявляют, что забастовки повлияли на их жизни. Забастовки работников метро, забастовки поездов с юга по всей Великобритании оказывают серьёзное влияние не только на экономику, но и на британский бизнес и семьи. Например, мои родственники в данный момент находятся в больнице, но я не могу поехать на север Англии, чтобы навестить отца. Да, я могу сделать это по телефону, но это не то же самое, что физический контакт с родителями. В конце прошлого года британское правительство ввело постановление, требующее от железнодорожных компаний гарантировать 40% нормальных перевозок во время забастовок, чтобы обеспечить поездки людей. Но против этого выступили профсоюзы. Закон о забастовке даёт руководителям в определённых секторах право требовать от работников поддержания минимального уровня обслуживания. Это необходимо, чтобы свести к минимуму перебои в работе основных служб, таких как машины скорой помощи и поезда. Среди местных жителей есть и те, кто поддержал машинистов. Причина забастовки – получаемая ими зарплата, которая в реальном выражении уже давно снижается. Подумайте, какая инфляция – подорожание за последние несколько лет. Таким образом, в реальном выражении у людей в карманах меньше денег, чем раньше. Люди говорят, что они просят слишком многого, но железнодорожники просят только того, чтобы быть там, где они были. Британский профсоюз, представляющий машинистов поездов, предупредил, что продолжат забастовки до тех пор, пока не пройдут дальнейшие переговоры по соглашению о заработной плате. Самира Розаева, CBC. Это не единственная забастовка, которая наблюдается в Европе за последние дни. Ну а мы будем продолжать следить за ситуацией. Руфат. Спасибо, Салатына. Салатына Мирзаева представила новости экономики. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий вместе с CBC и CBC FM. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»